Дневник фестиваля Волга Театральная округа честь выпала Уфимскому Русскому Академическому театру драмы. Давали отцов и детей Тургенева. Необычен спектакль современной интерпретации классики, но хуже от этого не становится. Сами артисты с удовольствием участвуют в смелом эксперименте. Кто читал произведения, там очень много разговоров о немцах. И это режиссер связал это с современным звучанием, Армштайном. Но это так свежо и весело, мне кажется. По традиции гостей фестиваля встречал идейный вдохновитель и организатор театрального праздника, председатель Самарского отделения союза театральных деятелей Владимир Гальченко. Это для зрителей встреча с театром. Для театров это знакомство друг с другом. Потому что изюминка заключается даже в том, что мы очень редко видим друг друга. И посмотреть, как работают люди в других театрах, в других городах нашей матушки Волги, это всегда очень интересно. И, конечно, работают очень серьезные жюри первоклассной критики нашей страны. На Самарской земле уфимский театр за последние 10 лет бывал несколько раз. Актеры на гастроли ехали с удовольствием. И подъехав к столице по Волжье, настроение улучшилось в разы. Гостей ждали не только благодарные зрители, но и сам город. Выезжали мы из 13 градусов по Цельсию в град с дождем. И когда здесь увидели людей в шортах и в маечках, то мы просто были поражены. И поэтому нас встречало солнце и улыбающиеся люди. И поэтому с настроением все в порядке. И тем более ответственность такая. Все-таки открываем фестиваль. В последние годы некогда активная гастрольная жизнь театров ощутимо снизилась. И увидеть работу коллег по цеху становится все сложнее. Так что артисты довольны фестивальной недели не меньше, а то и больше простых зрителей. Мы, можно сказать, соседи. И очень интересно смотреть, как работают в соседних театрах, сравнивать и получать опыт, конечно же. Завтра я продолжу рассказывать вам о том, как проходит фестиваль «Волга театральная». Ждите новостей. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»